Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Юля Стар. Вышел, наконец-таки, у Юльки видеоролик. Германия, украинские беженцы. Ищу квартиру, пришло время разъезжаться. Ну, опять какая-то очередная чушь, насколько я понимаю. Появилась у нас жрулька в кадре опять с этим подхрюльником, да, подсвильником, подхрюльником. Результат коричит налицо. Да, только мы все не можем найти этого лица. Результат налицо, а лица нету. Лицо плавно все перешло в грудь. Короче, что, говорит, пойду, говорит, я скоро к стилисту, говорит, записалась к своему стилисту. Пипец, ребят. Интересно, что он там ей настилит, а, этот стилист? Наверное, будет опять эту свою чуприну резать. Опять будут стричь, стричь, и до затылка скоро достригут. Ну, и как всегда, что, жрать охота? Жрать охота Юляхе. И все никак она не нажрется. Показывает нам, что она уже будет в себя толкать. Как ле ты, как ле ты, ленивые, голубцовые, как ле ты. Дальше рис. В общем, рис не рис, но какая-то мешанина. И, говорит, называется похуденье, что якобы там опять что-то она там неправильно, не вовремя ест. Результаты, говорит, я свои никому показывать не буду. А Лариска спрашивает, а чё так, боишься шокировать или удивить? И то, говорит, и другое. Какое похуденье? Ну, какое похуденье, я вас умоляю. Юлька не знает просто, как вызвать еще больше негатива у своих подписчиков. Как еще больше заинтересовать других зрителей. Но только вот, уж знаете, вот это все одно и то же, никому не охота смотреть. Жрем, спим, в магазин идем. Уже даже этот подхрюльник, надхрюльник, подрыльник никого не интересует. Этот агрегат, который она напялила. Ну, и, знаете, понятное дело, что им просто хочется хайпануть, хоть на гадости вот такой, которую они показывают, показывают на этой юляхе. Юляхе не стыдно, юляхе хочется больше денег. Там нет, наверное, не заложено такого чувства, как стыд, такого чувства, как жалость и доброта. Поэтому вот они так и ведут себя обе. Одна язвит за кадром, а вторая ходит и показывает вот такое убожество. Слушайте, а в этом агрегате я как глянула на нее, вся опухшая, вся заплывшая. То ли из-за того, что этот агрегат не по размерам все ей там посжимал, и эти глаза аж приподнялись вместе со щеками кверху, то ли июлька перепела старанькой пивка. Ну, не было же вчера видосиков. Похоже, что да. Зовет Лариска Юльку. Пошли бы уж взвешиваться. Покажешь свой результат. Нет, кричит, ничего не покажу. Ну, знаете, это очередной развод на комментарии. Очередной развод. Я вам ничего не покажу, я вам ничего не скажу. Ну, а дальше, ребят, лишь бы языками почесать, Юлька говорит, что якобы она ищет себе квартиру, да, однокомнатную, чтобы с балконом, чтобы там удобства были классные. Ну, якобы разъезжаться. Ну, это опять же, ребят, это опять же очередной развод на комментарии. Этот подхрюльник, да, и эта квартира, ну, если только она сама её будет оплачивать лично, а может, слушайте, пособия лишили девиц и ищут что-то подешевле. В пять часов утра встала, так есть хотела, что съела как лету, да. Съела как лету, ну, а дальше уже фиг поймёшь, когда у неё обед. Слушайте, интересно, как это ей влезло в пять часов утра, это как лето. И чё это она в это время не спала? Похоже, всё у неё там перепутано. Днём дрыхнет, ночью шастает туда-сюда. Ну, не знает, чем заняться. Сказала, что... Что делать? Ну, что делать? Немецкий говорит, учи, на работу иди. Но ни то, ни другое делать не охота. Ну, и дальше опять чушь сморозила Юлька. Сказала, что, может, у кого есть там на примете квартира хорошая с удобствами, якобы напишите. Ну, и, значит, Лариска за кадром подыграла, что ты чё будешь забирать печку там, мультиварку. Сказала, холодильник и микроволновку, может, заберу. Ну, естественно, как же без холодильника? Даже если ради розыгрыша. Показала свой тазик, который она там напаковала едой. Короче, девицы уже не знают, что снимать, что говорить. Понимаете, когда они особенно отсутствуют, я понимаю, что они веселятся и дрыхнут потом. Ну, а потом мозги не работают, фантазия не включается и чешут своими языками просто чё попало. Теперь уже какую-то квартирную тему толкают. Но такая чушь! Тут даже на 5% на правдоподобный контент не тянет. Так что, девицы, зря вы напрягаетесь. Зря. И этот уже агрегат для подхрюльника-подрыльника тоже не внушает доверия. Всё, показала разок, уже больше никому не интересно. И твой этот стилист никому уже не интересен. И жратва тоже. Так что, пишите сценарии. Давай, Лариска, меньше дрыхнуть надо, а больше мозг включать. Только вот там, видимо, включаться нечему, ничего не запускается. И поэтому получается такая фигнатень. За кадром только язвить у тебя хорошо получается. Больше абсолютно ничего, больше способностей нет. В общем, что в прошлый раз был балконный видеоролик ни о чём, что сейчас ни о чём. Кушать хочу. Вот результат налицо. Квартиру подавайте мне однокомнатную с балконом. А вот я сейчас ещё масло наляпаю в этот рис, который уже жирный и уже с мясом. Закушу всё сырочком, да, шлифану таблетосами и нормально. А потом ещё в пять утра опять пожру как лет. Короче, ни о чём. Сценаристы всё у нас сдулись, сдулись. Мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok